Игровой ноутбук Intel NUKE X15 Laptop Kit оснащён процессором Intel Core i7 12-го поколения и видеокартой Intel Arc A730M. Все компоненты собраны в виде готовой платформы, в которую производитель конечного изделия добавил лишь оперативную память и твердотельный накопитель. Крышка корпуса из алюминиевого сплава не содержит никаких декоративных элементов, её матовая поверхность устойчива к появлению отпечатков пальцев. Остальные части наружной оболочки изготовлены из ударопрочной пластмассы. В закрытом состоянии ноутбук удерживается за счёт петель и доводчика, он легко раскрывается одной рукой, корпус при этом не подпрыгивает. Полуматовый экран диагональю 15,6 дюйма основан на матрице IPS с разрешением Full HD. К достоинствам экрана отнесём высокую яркость и частоту обновления, низкое значение задержки вывода и хороший цветовой охват. К недостаткам — низкую стабильность чёрного при отклонении взгляда от перпендикуляра к экрану. Сверху в рамку экрана встроена миниатюрная веб-камера, а справа и слева от неё располагаются отверстия микрофонов. Входные щели для забора воздуха располагаются на 1-3 площади днища, в основном под кулерами и тепловыми трубками. Напротив правого и левого динамика у переднего края имеются решётки для выхода звука. На борту ноутбука 32 ГБ оперативной памяти в двух слотах, работающие в двухканальном режиме, и двухтерабайтный твердотельный накопитель. Можно установить второе аналогичное хранилище данных в свободный слот M2. На задней панели в щели между петлями крышки и корпусом основания ноутбука видны решётки отверстий, через которые наружу вдувается горячий воздух. Конструкция системы охлаждения сомнительная. На левой боковой панели размещены кенсингтонский замок, сетевая розетка RJ45, два разъёма USB Type-A и комбинированный разъём для аудиогарнитуры. На правой боковой панели размещены порт USB 4 с поддержкой Thunderbolt 4, разъём USB Type-A, порт HDMI и разъём для адаптера питания. Клавиатура не имеет цифрового блока. Ход клавиш при нажатии небольшой, но отчётливый по тактильному отклику. Клавиатура снабжена подсветкой с тремя уровнями по яркости. Четвёртое состояние подсветка выключена. Навигационная панель — это кликпад без выделенных кнопок, но нажатия на его поверхность сопровождаются отчётливым щелчком и соответствующим откликом. Панель лучше реагирует на нажатие в ближайшей к пользователю третьей площади. Кнопка «Включение питания» имеет отдельное место. Отличается по форме, размерам и характеру подсветки, поэтому её нельзя перепутать с другими или нажать случайно. В фирменном приложении можно выбирать профиль мощности и режим работы вентиляторов системы охлаждения центрального процессора и дискретной видеокарты. Длительность автономной работы вполне приемлемая, и существенно более высоких показателей не приходится ожидать от мощной игровой машины. При работе с текстом или при просмотре интернет-страниц без сложных скриптов наш герой способен прослужить пользователю от одной полной зарядки 4 часа и 42 минуты, а смотреть видео на экране можно 3 часа 46 минут. Внешний адаптер питания довольно тяжёлый. Он оснащён привычным по форме круглым в сечении разъёмом, который при утрате можно заменить универсальным зарядным устройством адекватной мощности. Аккумулятор набирает половину ёмкости за 54 минуты, 80% за 1 час 28 минут, а от 0 до 100% он заряжается 2 часа 19 минут. Тестирование под нагрузкой показывает, что в стабильном режиме высокопроизводительные ядра центрального процессора Intel Core i7 12-го поколения работают при 2,7 ГГц, а потребление при этом составляет 46 Вт. Налицо недобор мощности, который влияет на общее быстродействие системы. Ноутбук укомплектован новейшей видеокартой Intel Arc A730M. В стабильном режиме под нагрузкой она работает на тактовой частоте 2 ГГц при потреблении 75 Вт, однако при этом раскаляется до 96 градусов по Цельсию и аварийно отключается на 12-й минуте испытаний, при этом гаснет дисплей. В тестах реальных приложений из-за ограничений отбора мощности, конечно, он в полтора раза превосходит референсный десктоп, но уступает более сильным конкурентом. Соответствие условному стандарту 60 средних и 30 минимальных FPS достигнуто в семи играх из нашего набора. Видеокарта Intel Arc A730M не соответствует по производительности ни NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop, ни даже 3050 Laptop. Это не означает, что видеокарта вовсе не состоятельна, но максимальные настройки графики она переносит плохо, а для достижения адекватной играбельности придется понижать разрешение видео или сложность графики. Ноутбук на платформе Intel NUC X15 вызывает двойственные ощущения по аппаратному оснащению чувство глубокого удовлетворения, а по производительности немалого разочарования. Текущие розничные цены представляются завышенными, при учете упомянутых недостатков. Но в любом случае изготовителю следует добиться бесперебойной работы и конкурентоспособных показателей быстродействия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok